Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 22 августа, вторник и давайте, как всегда, начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы увидели возобновление восходящей тенденции, ушли выше максимальные значения, которые мы увидели в пятницу и на текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к американскому доллару продолжается. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это отметка 1.1729. Возврат за этот уровень уже вернет нас к краткосрочным продажам и возобновит нисходящую тенденцию по паре евро-доллар. На текущий момент в рамках восходящей тенденции ближайшая цель по движению это область 1.1880. Пара британский фунт и американский доллар продолжают торговаться в диапазоне, уже практически пятую торговую сессию подряд. Верхняя граница данного диапазона это область 1.2916, нижняя граница это отметка 1.2830. В свою очередь для возобновления уже покупок в рамках среднесрочной и долгосрочной тенденции по паре британский фунт нам необходимо увидеть уход выше максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе. То есть закрепиться выше отметки 1.2917, тогда мы возвращаемся к сценарию движения в области 1.3243. В свою очередь если пара сможет уйти ниже отметки 1.2826, то тенденция на ослабление по паре британский фунт продолжится. И следующие цели, которые мы можем отметить уже в рамках среднесрочной и долгосрочной тенденции это снижение в область 1.2580. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент также находится в восходящем тренде. Вчера пара обновила максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, на текущий момент это и является ближайшим уровнем сопротивления для продолжения восходящей тенденции по австралийцу. Поэтому на текущий момент цель это закрепиться выше отметки 79.50 и уже после этого откроется дорога на движение в область 80.41. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые также были зафиксированы вчера, это отметка 7.908. Закрепление ниже данных уровней возвращает нас к продажам и тенденция на снижение в области 78.13 вновь может быть актуальна по данной паре. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение в рамках более крупного таймфрейма, в рамках основного тренда. На текущий момент основной уровень разворотный располагается на максимальных значениях, которые мы видели на прошлой неделе, это отметка 109.58. Возврат за этот уровень по паре американский доллар и японская иена вернет нас уже вновь к восходящему движению и вполне вероятно, что мы пойдем на штурм отметки 110.95. Это те среднесрочные уровни, которые мы видели на протяжении всего августа, к которым пара подходила. Ближайшая цель по нисходящему движению это закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, которые мы видели в пятницу, отметка 108.65, что возобновит уже тенденцию нисходящую по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свое нисходящее движение в рамках основного тренда. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были вчера, это отметка 1.2608. На текущий момент тенденция для нисходящего движения цель это закрепиться ниже отметки 1.2551, минимальные значения, которые также были зафиксированы вчера. Возврат уже за уровень 1.2608 возвращают нас к несрочным покупкам по данной паре и движение в область 1.2768 вновь может быть актуально. По паре евро-фунт фактически здесь ничего не меняется, тенденция продолжает укрепляться, а ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальных значениях, которые были вчера, это отметка 9.0606. На текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к британскому фунту сохраняется по данной паре. Золото вчера не смогло обновить локальные максимумы, максимальные значения, которые были на прошлой неделе в пятницу, отметка 1300. Но в свою очередь пока золото не закрепилось ниже минимальных значений, которые мы также видели на прошлой неделе. Поэтому на текущий момент ближайшая цель по восходящему движению, которая пока остается в приоритете в рамках часового таймфрейма, это уже закрепление выше отметки 1300-1301 доллар за тройскую унцию. Уход ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 1281 доллар за тройскую унцию возвращает нас вновь к нисходящей тенденции по золоту. И далее мы можем увидеть уже цену в области 1268-1250 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает укрепляться. Вчера мы не видели обновления локальных максимумов, которые были зафиксированы в пятницу по данному активу. И на текущий момент ближайший разворотный уровень находится на отметке минимальных значений, которые были вчера, это отметка 5134. Ну а цели по восходящему движению, которые на текущий момент остаются актуальны по нефтемарке Brent, это уже закрепление выше отметки 5310. По индексу DAX, пока индекс торгуется ниже максимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе и также вчера в понедельник, к отметке 12200, основная тенденция остается на ослабление. Возврат уже за уровень максимальных значений за отметку 12200 может нас вернуть уже непосредственно к покупкам с ближайшими целями в область уже 12325. Ну а в свою очередь, если индекс DAX может закрепиться выше данного среднесрочного уровня, то тогда уже вероятно возобновление восходящей тенденции уже в среднесрочной перспективе. Но пока в рамках уже тенденции на текущий день, в рамках часового таймфрейма, основная тенденция остается на снижении. Сейчас с открытием мы видим небольшую коррекцию на укрепление по индексу DAX. Коррекция она будет являться до тех пор, пока пара не преодолеет уже максимальное значение, которое мы видели вчера. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.